Бывшие работники Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и Объединения общественного питания Ненинского окружного рыболовецкого потребительского союза просят проиндексировать ежемесячную компенсационную денежную выплату, которую они получают из бюджета округа к своей страховой пенсии по старости. С такой инициативой пенсионеры обратились к депутатам регионального парламента. Вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Ежемесячную компенсационную денежную выплату к страховой пенсии по старости сегодня получают 61 бывший работник Наринмарского городского рыболовецкого кооператива и Объединения общественного питания Ненинского окружного рыболовецкого потребительского союза. Ее размеры в зависимости от соотношения средней заработной платы лица к средней заработной плате по России колеблется от 5900 рублей до 7600. Выплата предоставляется в случае, если размер пенсии по старости не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в Ненинском округе. Ее-то и просят проиндексировать и бывшие работники рыболовецкого кооператива. Законодательство, действующее на сегодняшний момент, не предусматривает обязательность индексации данной выплаты. Предложение о проведении индексации выплаты в 2017-2018 годах мы рассматривали, но в связи с тем, что сегодня дефицит на 2017 год бюджета округа составляет 1,3% от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, считаем, что на сегодняшний момент средства в бюджете для проведения индексации данной выплаты отсутствуют. Схожая ситуация на следующий год. Лимиты, которые доведены Департаменту здравоохранения, Департаменту финансов, не обеспечивают ту потребность, которая сегодня уже существует. Депутаты регионального парламента, в свою очередь, напомнили, что данная выплата была назначена бывшим работником Наринмарского городского рыболовецкого кооператива в результате того, что их документы о заработной плате были утрачены в пожаре в административном здании предприятия в 1996 году. И индексация этой выплаты не проводилась ни разу, в отличие от других социальных выплат и, в частности, региональной доплаты к пенсии. Люди оказались заложниками вот того пожара и вот той ситуации, в которой, собственно говоря, теперь уже мы не ищем ни правых, ни виноватых, почему эти трудовые книжки не были сохранены и так далее, и так далее, и так далее. Кто за это понес ответственность на предъявление? Сегодня есть 61 человек, которые обратились к органам власти о том, чтобы рассмотрели вот их вопрос. Тот размер пенсии, который они получают из пенсионного фонда, она индексируется, да, каждый год? Да, часть она индексируется. А эта наша часть не индексирует. Было бы логично, если пенсионный фонд индексирует каждый год на определенную сумму, там, 4%, да, сколько там, на эту сумму логично было бы индексировать и эти доклады с тем, чтобы они соответствовали тому уровню, который сегодня подплачивает пенсионный фонд, если вот так логично рассуждать. Цена вопроса в пределах там 200, 50, 300 тысяч рублей. Потому что, наверное, можно найти эти деньги в нашем бюджете. Депутаты регионального парламента рекомендовали органам исполнительной власти детальнее проработать вопрос и найти источники для индексации указанной компенсационной денежной выплаты. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».